Как возродить былую славу краснодарского чая? Этот вопрос под особым контролем у вице-губернатора по вопросам сельского хозяйства Кубани Андрея Коробко. Казалось бы, чай растет хорошо, плантации есть, но вот со сбытом какие-то проблемы. Цель визита вице-губернатора в Сочи – детально рассмотреть состояние отрасли. Чайная фабрика «Дагомыс Чай» использует современное оборудование, земля есть, вот только используется лишь четверть плантации. Оказывается, проблема в нехватке кадров. А у мелких предприятий со сборщиками чая с бытом все хорошо, но нет сырья. Четкий план работы разработан у владельца Моцеснинской чайной фабрики Константина Туршу. Под руководством чаевода выпускается более 120 видов чая. Производство полностью органическое, о чем свидетельствует сертификат качества. Продукция получает награды на международных выставках, высочайшему качеству продукта не уступает и упаковка. Соответственно, и ценник на такой товар немаленький, а значит, не весь ассортимент представлен на полках магазинов. Для решения проблем отрасли в регионе действует целевая программа по развитию чая. Принятый закон, но он еще дорабатывается. Для повышения качества продукции предполагается внести поправки по классификации чаем. В принципе, все пути движения правильные. Условия создаются. Вот в эти условия теперь нам необходимо вдохнуть, как говорится, желание, вдохнуть некую поддержку, финансовую поддержку, административную, юридическую поддержку. И, конечно же, это в первую очередь желание собственного. Те площади, которые у нас имеются полностью под чайными плантациями, которые обработаны, которые не обработаны, заброшены, как угодно можно назвать, они должны быть до 2020 года восстановлены. Это поможет увеличить объемы производства и снизить стоимость продукции. Помимо освоения плантаций, фермеры должны уйти от импортных добавок. Некоторые производители, чтобы снизить цену продукции, смешивают местный чай с дешевым сырьем. В итоге, покупая чай, казалось бы, краснодарского производства, потребители берут половину индийского, китайского или лаосского. Вице-губернатор отметил, если производитель добавляет импортное сырье в готовый продукт, то он уже не может считаться высшей категорией. Эту информацию необходимо доносить до потребителя, а уже покупатель вправе сам сделать выбор – купить чай на напиток или подороже, но настоящий чай. Как подчеркнул Андрей Коробко, все условия для выращивания чая есть, нужно только работать. Вице-губернаторам поставлена серьезная задача перед чаеводами, перед ассоциацией производителей краснодарского чая. Было указано на то, что нужно подготовить планы, до 1 ноября их предоставить. И тогда, после получения всех планов, анализа совместно с институтом садоводства, будут они рассматриваться, и действительно тогда чайная отрасль оживет. Руководство Ассоциации производителей краснодарского чая, в которую входят шесть предприятий, решил объединить усилия. Все чайные компании готовы работать и осваивать плантации, чтобы в итоге краснодарский чай стал лидером на рынке России. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.